МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня мы в студию позвали Моисея Исаковича Шимаилова, начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту. Здравствуйте, Моисей Исакович. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости. Я хотела бы рассказать нашим телезрителям, что сегодня мы будем обсуждать программу мероприятий на майские праздники. Что-то будем обсуждать очень подробно в течение всего прямого эфира. Что-то расскажем только в завершении эфира. И поэтому я предлагаю нашим телезрителям быть очень внимательным и не пропустить. Ну а так как даже ваше управление называется как начальник управления по делам молодежи, то и начать я вам предлагаю с молодежи. И для этого вместе с нашими телезрителям предлагаю сначала посмотреть сюжет с одной очень прекрасной акцией, которая называется «Город-сад». Ребята из территориальных советов молодежи «Старый город» и «Завидное» всегда там, где интересно и необходимо быть. Мальчишки, да и девчонки тоже. Ловко орудуя лопатами готовили новое жилье для обитателей будущего яблоневого сада. Столько деревьев уже посажено за этот год и можно еще больше посадить, ведь есть много у нас мест, частей города, где не посажены еще деревья и можно их тоже преобразовать, сделать лучше, красочнее и посадить такие же яблони. Ребята рассказывают, подобные мероприятия позволяют им сплотиться, почувствовать, что они, молодежь Видного, необходимы своему городу. Садить утром и что-нибудь пойти полезное дело сделать, тем более в районе, где не так много деревьев, посадить их, на котором мы постоянно гуляем, проходим, это замечательное дело. Десять саженцев, конечно, немного, но это не разовая акция, а концепция развития Видновского края. Всего в течение ближайших лет планируется высадить множество различных плодовых деревьев, чтобы в каждом дворе появился свой садовый островок. Саженцы доставлены из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства, который находится в Бирюлеве. Раньше Видное славилось своими яблоневыми садами. В общем, сейчас мы пытаемся новые микрорайоны все привлечь к посадке деревьев и возродить город-сад. Конечно, пройдет время, прежде чем жители микрорайона новостройки увидят пышное цветение этих яблонь. Но уже сейчас весенний ветерок разносит по берегам Купеленки песню, которую напевали ребята, сажающие деревца. Ты помнишь, видно, все так же яблони цветут. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Владимир Бреженов, Видное ТВ. Песня не закончилась и прям захотелось допеть ее. Но не будем забирать время у наших телезрителей. Я хоть и анонсировала, что мы начнем с молодежи, но немножечко смещу акценты. Давайте все-таки поговорим об акции. Акция очень интересная. И, как мы слышали из сюжета, продлится она достаточно долго. Да, действительно, это акция наша, районная. Просто я сразу хочу сделать акцент на том, что в последние два года прошли по всей территории Подмосковья акции, связанные с такой темой, как «Посади свое дерево». Ну, мы знаем, это «Лес Победы», это «Посади дерево», акция областная, значит, инициирована губернатором. Ну, это хорошее дело, хорошее начинание. Но мы-то с вами живем в городе, который прославился тем, на всю страну, на весь Советский Союз. Был такой кино-журнал. Даже, знаете, раньше перед фильмом показывали кино-журналы документальные. И был сюжет про город-сад, завод-сад, коксогазовый завод. Такое серьезное название, коксогазовый. Абсолютно не экологичный, кстати, на слух. Да, но свыше 50 лет назад, ну, даже если точно, где-то в начале 60-х, по всей стране прошел фильм, я сам даже, когда был маленький, я помню этот сюжет о том, что есть такой подмосковный город, где на территории завода посадили сад, разбили сад, посадили деревья. Это был сад яблоневый. То есть там фруктовые деревья. И вот такая слава пошла, потому что город был небольшой, красивый. Ну, просто Тимофей Лемешко, он не остановился на территории завода. Да. Он же вышел и в город. Вот, с завода и пошли дальше, дальше и дальше. И те, кто попадал в 70-е годы, в 80-е годы, в город видно, и просто поражались, насколько он зеленый, красивый. И действительно, помимо просто деревьев, росли и фруктовые деревья. Но нас окружает институт садоводства, совхозы, колхозы, колхоз Владимировича. Конечно, кругом были сельхозугодия. Естественно, сегодня мы понимаем, что надо вернуть былую красоту, и для этого есть все возможности. Но здесь еще другая сторона. Дело в том, что город разрастается. Строятся новые дома, осваиваются территории, а традиции, или вот, как сегодня модно говорить, бренд видного, он как-то не очень поддерживается. И вот сегодня надо это возродить. И многие новоселы, многие жители, которые приезжают в видно и покупают квартиры, и они еще никак не могут, что называться, стать видновчанами. Вот для этого, да. Но он, видимо, этот перекос, вы посмотрите, насколько зеленые насаждения в старом городе. Да, цветущие. И, да, новые микрорайоны еще не обзавелись деревьями, тем более плодовыми. Ну да, конечно, если только не считать, что вокруг микрорайона есть лес. Но это же просто исторические уже леса. А сами кварталы, внутриквартальные территории, они не так уж и озеленены. И вот наши, благодаря инициативе нашей молодежи, здесь тоже надо это отметить, что за последние два года у нас созданы территориальные советы молодежи. Советы молодежи приглавили. Это очень интересная и сильная организация она становится. Они буквально берутся за все. Вот мы, казалось бы, говорили, а вот комсомол нужен, не нужен. Вы понимаете, мы же не говорим, что давайте комсомол создавать. Мы говорим о том, что все, что хорошее когда-то было, сегодня надо брать, преобразовывать под современный какой-то стиль и давать ему путевку в жизнь. Так вот эти ТСМы сегодня большие помощники. И вот их инициативу, конечно же, надо поддержать. Конечно, надо помочь. Можно, в принципе, мы знаем, что есть определенные правила. Можно ранней весной, потом поздней осенью, там где-то уже можно высадки деревьев делать. Поэтому никто не запрещает сажать вот полгода, да, эти высадки деревьев делать. И здесь, конечно, надо их поддержать. Мы понимаем, конечно, что нужны саженцы, нужны определенные возможности. Но самое главное, через молодежь привлечь жителей, чтобы жители заболели, что ли, стали болельщиками города, полюбили город. Это замечательная идея. Мне кажется, ее можно подхватить. Это же приятно, когда ты спускаешься, пускай даже с 17 этажа. Но у тебя там растет... Красота, конечно. На дереве яблоко, ты его можешь сорвать и съесть. Конечно, тем более мы знаем, что Всероссийский наш институт, он селекционный, там интересные новинки, открытия, что ли. Они вот постоянно в таком поиске, у них хорошие есть сорта. И вот эти сорта деревьев вот сегодня, я вам скажу, что для любых климатических условий у них есть. И поэтому я думаю, что уж не воспользоваться этими возможностями теми, кто живет здесь. То есть мы находимся рядом. И если где-то со стороны пользуются возможности института, почему мы не воспользуемся? Ну и, конечно, поддержать молодежь. Моисей Исаакч, я знаю город будет, я знаю саду цвесть. Ну и песни, которые когда-то сочинили о том, что в Видном все так же яблони цветут, это не просто слова, это не пустые слова, это история города. И она должна быть, она должна иметь будущее. И мы должны сделать все возможное, чтобы те слова, в которые прописаны в песне, они оправдывали свое, как говорится, назначение. Ну а я хотела бы продолжить эту тему, но уже немножечко по-другому ее представить. Потому что 29 апреля, в субботу, будет еще одна очень массовая посадка деревьев. И называться эта акция будет «Лес Победы». Это общеобластная акция, ну а дальше уже вы подробнее. Ну действительно, вот я хочу обратиться сразу к телезрителям, жителям района, города, нашим гостям, кто будет в этот период находиться в Ленинском районе. Акция «Посади свое дерево» имеет вот уже небольшую историю, всего третий год. Но мы помним, как была акция «Сирень Победы», да, как это все начиналось. Потом буквально осенью «Посади свое дерево». То есть теперь опять «Лес Победы». То есть периодически в течение года несколько раз, меняя название, суть одна и та же. Сделать Подмосковье, вернуть Подмосковье ту вот красоту, что было. Когда говорили, что вокруг Москвы настоящая Швейцария, вот пожалуйста. Действительно, ведь куда не приезжали раньше Подмосковье, ближайшие или дальние, всегда отличалось сразу, перешагивая кольцевую дорогу, люди попадали в удивительные края. Это Переделкино или Ленинский район, наши вот здесь края, Московский, Мосрингенли. Какие бы территории ни были, или вот Развилка, Молоково, Володарка, Коробово, Горки Ленинский. Безумные вообще территории с точки зрения красоты, да. И, к сожалению, несколько раз и экология влияла, и какие-то ураганы сносили деревья. Мы помним, как был ураган почти 700 деревьев. Вот только на территории. Ледяные дожди. Ледяные дожди. Ну как, это все же надо восстановить, если не мы, то кто? И вот сегодня, конечно, акции, которые, опять же, инициированы правительством области, губернатором, поддержаны во всех городах и районах Подмосковья и у нас. И мы в этом году, 29 числа, еще раз обращаю внимание, приглашаем всех. На сайте администрации есть информация. У нас в этом году будет аж 20 площадок. Постойте, недавно говорили о 16. Да, было 16 опубликовано. Я даже могу зрителям показать афишу, наверное, кто видел. Эта информация есть, но буквально в последние дни по просьбе ряда территорий добавлено еще 4 места. То есть будет всего 20. Но мы понимаем, что есть места, где уже все отработано, а где-то надо поднимать. И вот сегодня принято решение, что главной площадкой в этом году будет Блатниковское сельское поселение, если конкретно поселок Новодоржино. Мы знаем, какие ведутся строительные работы. Возводятся целые микрорайоны. Бутово-1, Бутово-2, Новодоржино, Доржино, Боброво. Ну, на самом деле, это целый город, который, может, по численности скоро сравняется с городом Видный. Но там, к сожалению, еще очень далеко до того, когда люди почувствуют локоть друг друга, почувствуют, что они соседи, почувствуют, что они не оторваны от цивилизации и так далее. А для этого надо создавать условия. И сегодня для этого все делается администрация района. Допустим, в прошлом году были проведены серьезные благоустроительные работы в поселке Новодоржино. Комплексное благоустройство, которое сегодня надо поддержать высадкой деревьев. Да, вот посадка деревьев. И, соответственно, преобразится микрорайон. Мы ожидаем большое количество людей. И даже все это будет сделано с элементами праздника. Мы планируем концертную программу. Планируется полевая кухня. То есть не просто прийти, посадить дерево и уйти домой, а сделать это как праздник. Праздник, который объединит жителей, объединит соседей, которые, может, друг друга еще не знают. И в конце концов туда поедут жители из города, видны там какая-то группа. Ну, вообще как-то надо жить тесно, дружно. Вот когда-то же это все было, а сегодня мы немножко разошлись по каким-то своим территориям. Хотелось спросить, что нужно с собой брать? Только хорошее настроение? Ну, абсолютно правильно, Елена. Надо брать хорошее настроение. Надо запастись временем. Инвентарь все будет. Саженцы будут. Абсолютно верно. Будет все. Я говорю, там будет абсолютно на всех площадках. Будет обеспечено все, кто пройдет возможностью посадить дерево. Это действительно инвентарь, это перчатки, ну и так далее, там поливочное оборудование. Все, что там положено для этого, все это будет. Это специально сегодня работает целая команда администрации района, чтобы обеспечить все площадки необходимым инвентарем и саженцами. Так что могу сказать, что ни одна территория не останется без внимания. У нас сегодня семь поселений, знаете, в районе, да? И каждым поселением будет своя площадка, а в некоторых даже несколько. Моисей Исаакч, я хотела бы еще сказать нашим телезрителям, что мы не только будем говорить о предстоящих мероприятиях, но и покажем то, что уже проходило в Ленинском районе. И это «Библия ночь», которая была в прошлую пятницу. Состоялась она на базе Видновской библиотеки, межмуниципальной библиотеки Ленинского района. Давайте посмотрим, а далее обсудим эту тему. На один день районная библиотека стала местом, где можно было не только взять книги с собой или почитать их в читательском зале. Здесь расположились различные интерактивные площадки. «Библия ночь» – социально-культурную акцию, которая в апреле проходит по всей стране, в нашей библиотеке провели с размахом. И посвятили Году экологии. «Эко», «Лого», «Ночь» и «Я». Жители нашего города узнают библиотеку с совершенно других сторон, что это не только место выдачи книг. Это очень серьезный центр интеллектуального досуга. Мусорный ликбез, где гостей просвещали на тему экологии и раздельного сбора мусора. Литературная гостиная, в гостях учетушки-совушки, чайная церемония, просмотр мультфильмов, выставка фотографий животных, квест, контактный зоопарк. Занятия по душе могли найти посетители библиотеки разных возрастов. Дети очень заинтересованы, им все это очень интересно. Они неподдельный восторг на лицах. Мне очень весело, потому что здесь играют, веселятся, и можно сдать много нового. А некоторые ребята, в основном девочки, заинтересовались мастер-классом по квилингу, бумагокручению. Из разоцветных полосок участники мастер-класса создавали красивые и необычные вещи. Этот вид техники работы, он развивает у маленьких детей мелкую моторику, развивает, помогает видеть красивые. То есть из бумаги можно сделать красивые, замечательные вещи. Ксения Гавриленко в библиотеку ходит регулярно и квилингом занимается давно. Правда, не так часто, как хотелось бы, ведь пока этот мастер-класс здесь не постоянный. Ей было приятно, что во время библионочи можно было попрактиковаться в любимом занятии. Можно придумать свои глазик или еще что-то сделать. Можно фантазию прибавить, что ты можешь. Библионочь в межпоселенческой библиотеке посетили десятки человек и увидели учреждение с другой стороны. Мероприятие продлилось до позднего вечера. Юлия Погасян, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Моисей Исаакович, ну мы привыкли. Раньше в библиотеке говорили приглушенным голосом, чтобы, не дай бог, никому не помешать. Сейчас мы слышим веселый детский смех, задорные мероприятия. А все это благодаря тому стало, что библиотеки превратились в досуговые центры. И надо отметить, что если в этом году впервые губернатор заговорил на эту тему, то в Видном эти досуговые центры появились задолго до того, как объявил этот губернатор программой новой. Все абсолютно вы правильно говорите. Действительно, наша библиотека центральная, вся межпоселенческая библиотечная система, она по этому пути уже пошла давно. Скажу даже почему. Был период, когда мы стали понимать, что просто выдача книг и вот то, что вы говорите, тишина, пыль на книжных полках, уже себя изжило. И сама жизнь и сами жители нам это подсказали читатели. То есть когда стали приходить, и потихонечку давайте мы встречу с писателем. И тогда у нас, помните, были известные писатели, композиторы. Помните, Рубальская проезжала. И уже потихонечку библиотеки стали, мы иногда шутим, отбирать хлеб у домов культуры. А с другой стороны, мы понимаем, домов культуры не так много, а библиотеки практически в каждой деревне. Но действительно, где вся жизнь крутится, досуговая, культурная, вокруг вот этого небольшого местечка. Это может быть изба, это может быть домик, это какое-то приспособленное помещение. Но так или иначе, жизнь взяла свое, и, соответственно, наши библиотекари, руководители библиотеки проявили инициативу и стали все чаще и чаще проводить мероприятия, связанные с досугом. Ну а с другой стороны, у нас литературное объединение Шкулева, это то, что характерно вообще-то для клубных формирований, для клубных учреждений, литературное объединение, какие-то творческие коллективы, оно поселилось в библиотеке давно. Самому объединению 60 с лишним лет, но мы же понимаем, что это не очень тихое, так сказать, формирование. Они спорят, они читают, они там доказывают друг другу. То есть уже библиотека много лет у нас, помимо выдачи книг, помимо читательского, читательного зала, уже работают в формате проведения мероприятий. Вот почему когда-то, много лет назад, мы конференц-зал, который был предназначен для небольших таких литературных конференций и так далее, мы сделали как такой универсальный. Небольшая сценка, аппаратура, подсветка, кресло, пианино и так далее. И все, и пошло, и пошло, закрутились музыкальные вечера. Здесь, может быть, и камерные какие-то мероприятия. Конечно, конечно. В то же время, смотрите, мы видим и какие-то молодежные, там подростковые квесты. Да, Татьяна, день, праздник и так далее. Уже давно, и в том числе, сельские библиотеки пошли по этому пути. И прошло время, ну, область всегда мониторит ситуацию. Мы стабильно стали на второй позиции в Московской области, второе место, по многим показателям наша библиотека вышла на эту позицию. И к нам стали приезжать из министерства, из соседних районов, обмениваться опытом. Ну, что значит, жизнь завертелась. И вдруг мы узнаем, что министерство вышло с инициативой на губернатора о том, чтобы провести новый проект, проект перезагрузка библиотек. Он так и называется. И, ну, конечно, кто туда мог попасть? Те, кто уже по этому пути давно пошли. Ну, вот три библиотеки, они стали приоритетными по ряду обстоятельств. Там очень надо серьезные деньги вложить, показать примеры и так далее. Это Химки, Вербилки, Одинцова. И десять стали, вот так сказать, во второй ряд. Это тоже пилотный проект. Десять ведущих библиотек в Подмосковье, в том числе и наши. Почему вот такие библиотеки, как мы? Потому что у нас уже созданы условия. Больших денег тратить не надо. У нас есть аппаратуры, у нас есть, где собраться, у нас есть уже опытные сотрудники. Вот Елена выступала сейчас, Анатолий Наргазянский, заместитель, директора библиотеки. Мы проводим уже давно вот эти квесты, мы проводим встречи. У нас не первая библия ночь, кстати. И в этом могу только отметить, то, что наши библиотеки очень активные и современные. Иной раз даже приходится их сдерживать. Так вот, процесс пошел, как говорилось, классик. И для жителей могу объяснить, что это такое. Вот перезагрузка. Но это не просто создание досугого центра. Оно уже так работает, многие библиотеки. Это еще современный уровень. Это внедрение электронного читательского билета. Мы уже пошли по этому пути. Это введение в действие во всех библиотеках электронного каталога. Это закупка новой литературы, современной и так далее. Активное внедрение удаленного доступа. Ну вот все, что есть сейчас современное, на это потребуются средства. Я хочу сказать, что глава района Олег Владимирович Кромов поддержал нашу инициативу и предложение Министерства культуры о включении нас в пилотный проект. И необходимую сумму средств нам сейчас выделили. Буквально вот два дня назад состоялись необходимые мероприятия, как заседание Совета депутатов и так далее. Ну и внедрение, ну вот понятно, что это новые слова, но уже для зрителей-то все это понятно. Брендбука определенного. Мы видим на примере многофункционального центра, как единый стиль. То есть все библиотеки, которые пойдут по этому пути, будут иметь определенный единый стиль. Ну как визитная карточка. Ну и понятно, что здесь бы не хотелось терять индивидуальность. Тем более вы знаете, мы сколько сил потратили и сделали свою библиотеку. Внешний фасад. Такого нет. Никто не додумался на фасаде книги изображать. Очень красиво это смотрится. Вначале прям даже, знаете, как остолбенеешь, когда увидишь. Сейчас уже глаз замылился, привыкает. А вот для тех, кто приезжает в гости, они, конечно, поражены. Моисей Исаакович, и вот кроме библиотеки и разных библиотек Ленинского района, еще одной площадкой, на которой проходят различные мероприятия, стала наша очень современная, модернизированная детская школа искусства. Да. Еженедельные концерты. Все концерты бесплатные. То ли это театральные постановки, то ли это нам классический концерт классической музыки. Что нас ждет еще? Чем еще порадуют Дэши? Вы знаете, сегодня наша детская школа искусств действительно является ведущей в Подмосковье. Включена в список ведущих учреждений культуры России. И, в принципе, оправдывает она вот этот титул, если можно сказать. И очень много мероприятий проходит даже не связанных со школой искусств, потому что все районные мероприятия потихонечку из кинотеатра перешли сюда и в школу искусств. Областные мероприятия очень часто к нам обращаются. Ну, в принципе, мы понимаем, что для этого все и строилось, и создавалось, зал должен работать. Школа должна жить полноценной жизнью. Но у нас есть и свои мероприятия. Многие, может быть, уже знают, но для тех, кто не знает, скажу, что в школе проходит один международный фестиваль конкурс, два всероссийских и один областной. Областной конкурс эстрадно-джазовой музыки, который мы тоже хотим перевести в статус, получить у Министерства культуры добро на всероссийский. Всероссийский конкурс сольного академического пения. Первый всероссийский конкурс органной музыки в этом году прошел именем Бахов у нас, благодаря тому, что мы построили орган. И международный конкурс парад ударных инструментов, он вообще завоевал любовь и жителей, и публики. Это что-то уникальное, интересное, зрелище. Это приезжают такие коллективы ударных инструментов, всевозможных учеников своего отделения ударного Дыши очень любим. Они выступают всегда. Ассамбль время жить. Да, очень хорошо у них получается. А когда приезжают еще и гости, которые не уступают ни в чем. Ну, гости у нас действительно интересные. Мы просто из-за того, что сейчас очень много мероприятий на школу, мы договорились, что мы не будем каждый год проводить. Но это и затратно, и смысла нет. А вот через год, каждые два года, через два года один раз, это вот есть смысл. За это время музыкант успевает набирать какое-то вот свое мастерство и так далее. Подрастает новый поколение. Поэтому мы эстрадно-джазовый один год проводим, следующий год ударный, вот так чередуем. В этом году очередь ударных. И пройдет это мероприятие с 15 по 17 мая. Это мероприятие идет три дня. Опять же, на базе школы искусств. Я вам хочу сказать, что у нас прошлый фестиваль собрал очень много народа и были буквально из-за рубежа. Вот берешь карту России, со всех почти уголков приезжали. Члены жюри у нас были известны французские музыканты ударных инструментов, американец, голландец. То есть вам надо сказать, что кто видел, как мы в принципе для жителей сделали показательное выступление кинотеатра Искра. И это незабываемое зрелище. Я вам скажу, что в прошлом году наши участники, наш парад был включен в общую программу фестиваля Спасской башни. Да, есть материалы, журналы, есть сайт, можно зайти все увидеть и ну растет. Почетно. Очень почетно. На Красной площади. На Красной площади, на Воробьевых горах. И это все наши дети, наши учащиеся. И вот школа, конечно, сегодня набирает обороты очень серьезные. Но я вам хочу сказать, что у нас ведь еще три школы искусств. И в скором времени школа искусственной развилки переедет в новое помещение, новое здание построено. Сейчас оно там доделывается определенные работы ведутся, благоустроительные и так далее. Надеемся в сентябре переехать. Уже там намечаются фестивали. Уже намечаются, уже есть обращения. Там вам скажу, что очень интересный зал получился. А сцена получилась даже по размерам больше, чем в Видновской школе искусств. Да, очень. И мы уже думаем, что та школа у нас может пойти как база для проведения хореографических и хоровых фестивалей. Но сцена позволяет. Здесь, конечно, не позволяет. Но здесь своего хватает. Да, да, да. Чем больше площадок, тем интереснее становится жить. А я хотела бы поменять тему. Мы поговорили о молодежи, мы поговорили о культуре, и пришло время спорта. И предлагаю нашим телезрителям посмотреть премьерный показ репортажа о мотобольной игре этого нового сезона. Торжественное открытие нового мотобольного сезона 2017 года. Обычно первые домашние игры у команды «Металлург» начинаются в мае, но этот год стал исключением. Несмотря на прохладный апрель, болельщики плотно заполнили трибуны в ожидании игры с командой «Комета» из станицы Кущевская. Среди зрителей и глава Ленинского района. Сегодня он пришел с сыном. Предлагаю ему побывать на первой игре. Он с удовольствием отозвался и сейчас я смотрю, как завораживающий смотрит, советы дает. Девятилетний Архип, хоть и занимается совершенно другим видом спорта, мотоболом заинтересовался. На поле было что посмотреть. Игроки с первых минут взяли хороший темп, который их подвел. Видновчане допустили ошибку и первый мяч в их воротах. Этот гол только обострил ситуацию. Все с нетерпением ждали ответных ударов. Мы с вами не должны этому удивляться. Были свидетелями разных чудес, в том числе и на чемпионатах Европы. И я думаю о том, что это всего лишь только начало. И мы все равно сильнейшие. Первый период закончился без изменений. Надо отметить, что с этого года было принято решение играть по европейской системе. Четыре периода по 15 минут. Вместо наших три по 20. Команды ушли на перерыв, во время которого и получили необходимые установки от тренера. Заезжает Ваня с мячом. Вы почему-то вдвоем все время здесь два открытых. Никто не прикрывает. Общефизическая подготовка у винновских мотоболистов началась еще в январе. Месяц назад они приступили к тренировкам на мотоциклах. Но в отличие от спортсменов Кущевки, игр в рамках чемпионата России этого года у них пока не было. Первая игра раскатка там будет видно как у нас пойдет или у них пойдет или у нас но мы будем домашняя игра стремиться хорошую игру показать и хороший результат. Ребята и не подвели. Болельщики а их сегодня было около 700 увидели еще несколько красиво забитых мячей как в наши ворота так и в сторону соперника. Но все же спортсмены Металлурга были результативнее. Игра закончилась со счетом 5-3. Первая обкатка команды состоялась и на Кубок России который запланирован с 4 по 9 мая в Тихорецке видновчане отправятся подготовленными. Елена Бабина Владимир Андрианов Екатерина Чернышева Видное ТВ Моисей Исаакович ну весна смотрите такая затяжная апрель холодный а стадион Металлург принял не только вот это мероприятие спортивное у вас там уже школьники все посоревновались выиграли ну все правильно вы говорите Елена действительно чемпионаты соревнования турниры они идут ведь по своему календарю но старт вообще-то спортивная составляющая района дается у нас последние годы у нас такое вот мероприятие наше родное стало это и подведение итогов и старт новому сезону мы в феврале проводим праздник спортивный зимний видный наши и вот можно сказать что отсчет пошел хотя на самом деле конечно какие-то турниры в январе проводятся и так далее но тем не менее вот старт пошел и вот за это время у нас прошли 25 игр федерального уровня по баскетболу мини-футболу 35 игр областные но есть что-то свое родное по инициативе опять же молодежных советов и спортсменов уже третий год идет турнир удар в девятку среди учащихся школ этого турнира нет в областных никаких да списках и прочее но по областных мы участвуем есть традиционные это скорее всего для того чтобы поднять вот эту волну возрождения футбола любви к футболу и формирование футболистов не специалистов не те кто специально ну и подготовка Моисей Исаакович смены для будущей сборной России по футболу как вариант да но тем смотрите за три года от 180 участников количество возросло до 500 в этом году было 500 участников представляете да почти неделю шли соревнования с 17 апреля по 22 финал и на финале 22 у нас был и субботник и вот финал этого турнира но это надо было видеть детей родителей поле было поделено на три три зоны так сказать три поля основное и вот практически минут наверное на 40 мы задержали церемонию потому что никак не могли пробиться так сказать вот эти финальные игры завершиться но тем не менее но это мы пока рассказали о том что было было а что же еще нам предстоит мы же сегодня о программе праздников с вами беседуем да у нас еще и забег был 23 все это было но 30 апреля приглашаем всех в Расторгуйский парк кстати это отдельная тема в этом году работу в парках вот сезонное такое мероприятие мы начинаем не 1 мая все разрушили да не разрушил Моисей Исаакович просто парки отдельная тема 30 апреля пока вернемся к спортивным мероприятиям так я к спортивному 30 апреля мы предлагаем принять участие в физкультурном празднике фестиваль движения вот это спортивный праздник поэтому приглашаю немножко забегаю вперед 12 начала в 11.30 регистрации Расторгуйский парк у нас все больше вот переходит в разряд таких и прогулочных и активных зон и спортивных мы пытаемся там сейчас сделать такую концепцию но также пройдут соревнования по различным видам спорта с 1 по 9 6 мая соревнования по фигурному вождению мотоцикла на территории видновской автошколы в ДСА начала в 12 9 мая в Расторгуйском парке в 2 часа пройдет забег это я и моя победа легкоатлетические приходите спортивные прикладные будут там виды спорта 13 и 14 состоится чемпионат России чемпионат России еще раз говорю вот не зря говорю школа искусств и дворец спорта принимает очень много мероприятий по чирлидингу да мы в прошлом году принимали областные соревнования видимо понравилось вот сейчас всероссийские но это очень зрелищные очень красиво очень красиво давайте расскажем может кто-то из людей старшего поколения не понимает о чем речь что это за спор такой чирлидинг ну это сын из танца акробатики с элементами шоу в красивых костюмах девушки ну даже и парни есть уже с определенными так сказать атрибутами в руках это могут быть все что угодно проще говоря вот в американских фильмах это вот можно было увидеть вот девчонок из группы поддержки да группы поддержки между в перерывах между матчами они выходят на поле и создают настроение публики да поэтому вот вот это зрелище у нас будет приходите посмотрите кстати 29 во дворце спорта вот буквально в субботу состоится уже он стал ежегодный традиционный турнир по самбо посвященный нашему земляку погибшему в Чесне Эдуарду Кадырову прапорщику милиции и в прошлом году мы проводили в этом приглашаем это очень интересное зрелище приезжает очень много клубов до 30 клубов из различных городов России соревнуются в этом году у нас даже будет интересный гость внимание всем любителям к нам приезжает на этот турнир Джефф Монсон это известный американский а теперь уже и российский спортсмен потому что он получил гражданство России по смешанным единоборствам он чемпион по бразильскому джио-джитсу в общем он многократный чемпион и вот он почетный гость я представляю как мальчишки будут в восторге когда вот увидят а кто вот не знает кто такой Джефф Монсон я посоветовала бы погуглить и фотографию вы сразу поймете что это очень известный на самом деле спортсмен и он будет 29 апреля во дворце спорта города Видное да приходите открытие в 12 с удовольствием вход свободный у нас правда пройдет 21 мая во дворце спорта еще кубок района по спортивным бальным танцам тоже интересное зрелище почти тысячи человек мы чуть ли не два дня проводили один раз и 21-28 мая на стадионе Металлург пройдутся игры нашей любимой команды Металлург следующие домашние игры домашние игры со Ставропольским краем и Краснодарским а вот сейчас самое время рассказать что сезон открытия парков будет в этом году не 1 мая да мы плавно в него войдем к 1 мая ну на самом деле уже завтра в Центральном парке где есть аттракционы вот и площадка стационарная эстрадная там состоится фестиваль бардурской песни моногофест 18.00 завтра приходите тоже интересно а 29 числа практически в день когда у нас очень много мероприятий с посадкой деревьев связанные вот с турниром у нас пройдет день здоровья в Центральном парке это скандинавская ходьба она сейчас набирает популярность много пожилых людей увлекается это очень интересно и в Расторгуевском парке и в Центральном парке ну а в Тимоховском игровая программа приглашаем все эти мероприятия пройдут в 11 часов 12 часов 30 числа у нас опять же в трех парках пройдут мероприятия фестиваль движения танцы с Нюшей международный день танца вот все связано вот с такими активными формами время в 12.00 17.00 афиши есть смотрите заходите кстати на сайт вы это все увидите ну и первого числа традиционно во всех трех парках ровно в 12 часов одновременно состоятся программы разные разные абсолютно на все вкусы это развлекательные игровые программы разноцветный первомай весенний переполох весенний сюрприз и видное радио в 15.00 в Центральном парке это тоже традиционно уже большой концерт приходите в 15.00 Моисей Исаакович вот пока вы рассказывали о сезоне парков я связалась с режиссером нашей программы он говорит что меньше двух минут а у нас с вами празднование Дня Победы я попросила еще нам добавить времени но все равно придется очень быстро рассказать какая программа мероприятий нас ждет к этому празднику ну уже с 3-го числа с 3-го мая начинаются все мероприятия это в первую очередь митинги у обелисков это встреча с ветеранами это прием ветеранов буквально в каждом поселении есть свои программы это и в Горках и в Молокове и в Володарке Булатниково Развилка Совхоз Ленина везде и мероприятия они есть также пройдет официально у нас вот здесь 4-го числа в городе Видный во дворце спортов в 15.00 приглашаем всех жителей зрителей гостей телезрителей во дворец спорта у нас состоится торжественное мероприятие посвященное Дню Победы и кстати в гостях сегодня раскрою секрет у нас есть договоренность у нас будет почти сольная программа специальная подготовлена 9-го мая известной российской звезды Марина 9-го со своим огромным коллективом приезжает так что это очень интересное мероприятие ну и безусловно в этот же день расторгуем возложение братских могил там вот захоронение мемориальный комплекс тоже мы приглашаем принять участие в 1-го часов это очень тоже интересно 5-го мая кстати одно из центральных мероприятий это смотр строя и песни учащихся средних школ района на советском проезде у храма и кинотеатра Искра вот буквально на этой дистанции пройдут мероприятия связанные с этим ежегодным мероприятием дальше 6-го мая тоже большой праздник это день святого Георгия Победоносца мероприятия состоятся престольные праздники престольные это состоится и литургия божественная в храме с 9 утра и возложение и опять же прием ветеранов праздничный обед в самом храме это тоже уже стало традицией также 6-го мая наша делегация выезжает в парк Патриот это сегодня очень популярное место там состоятся соревнования гонки героев наша команда едет да надеемся на результат хороший ну и другие мероприятия вот участие нашей делегации 8-го мая возложение нашей ребята это юноармейцы и патриотический клуб Ратник выезжает вместе с губернатором Московской области возлагать цветы на у могилы неизвестного солдата в Александровском саду на Красной площади ну так сказать известное место поэтому мы очень гордимся тем что наши ребята попадают в такие места ну и безусловно 9-е мая в этом году уважаемые телезрители есть корректировка традиционных наших планов все это связано с акцией Бессмертный полк поэтому сразу хочу предупредить что мы немножко скорректировали время и у нас наши мероприятия начнутся с 10.00 мы начинаем парад просмотр парада в кинотеатре Искра прямой репортаж после этого мы выходим на улицу с ветеранами проходим славу к вечному огню митинг потом парад потом шествие ветеранов бессмертный полк и вот до 12.00 вот все это мероприятие происходит буквально просто поменяли местами и дальше там же у кинотеатра будет построена сцена начинается дневной концерт вот после 12.00 с нашими коллективами и так далее не буду раскрывать всю программу потом мы там запланировали поставить экран и показать между дневным и вечерним концертом известные фильмы о войне военных времен такие ну понятно сейчас не буду тоже говорить известные фильмы ну и 18.50 мы начинаем программу вечернюю за 10 минут до общероссийской минуты молчания ну и потом мы переходим к концертной программе и соответственно салют праздничный фейерверк все как положено мы ничего так сказать мы ровно уложились когда прозвучало слово салют на жести что нам показали пора заканчивать я благодарю за то что вы сегодня так подробно рассказали о предстоящих майских мероприятиях тем телезрителям которые задали вопросы я хочу сказать что эти вопросы не относятся к видению Моисея Исаакыча но я прошу вас передать их в службу благоустройства и может быть через газеты видновские вести вы получите ответ я думаю что это будет удобнее всего ни один вопрос не останется без ответа но на этом мы прощаемся всего доброго до свидания всего хорошего с наступающими праздниками до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok